Здравствуйте! В эфире «Город С» Татьяна Дмитриева. В каких общественных акциях и движениях участвуют молодые горожане? Каким должно быть местное самоуправление по представлению молодежи? Об этом говорим сегодня в нашей студии член общественного молодежного парламента при городской думе, который, кстати, специализируется на теме ЖКХ, поэтому свои вопросы и предложения по этой же теме тоже можете задавать. Итак, у нас в гостях Антон Барякин и Андрей Кулик. Ваши вопросы задавайте, как всегда, по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Андрей и Антон. С Андреем мы уже знакомы, он приходил в нашу студию. Антон, а вы, кроме общественной своей деятельности, чем занимаетесь в жизни? Андрей студент. Я работаю преподавателем в ВУЗе, где учится Андрей. Даже так? Да, на юридическом факультете, правда. Ну, а также в свободное, так скажем, от этой деятельности время занимаюсь юридической практикой, являюсь директором юридической компании, право-геносоветника. Да, ну вот это вот вы меня удивили. Зачем вам тогда, если у вас своя практика юридическая, да, работа, зачем вам вот эта вот деятельность общественная в молодежном парламенте при городской думе? Вот из каких соображений, интересов вы в нее окунулись? Ну, исключительно, в основном, для принесения блага общества в целях морального самоудовлетворения, потому что мне не безразлично, как живет наш город. Я желаю активно участвовать в этом. Неплохо получается, так скажем. Да, а вообще молодежный парламент при думе, он для чего? Вот какая миссия на него возложена? Ну, консультативно-совещательный орган, мы представляем интересы самарской молодежи и информируем ее, привлекаем к деятельности. Андрей, вы свою роль вот в этом парламенте как видите? Ну, на мой взгляд, молодежный парламент служит точкой опоры для дальнейшего своего развития. То есть тут мы получаем бесценный опыт, мы взаимодействуем с молодежью, непосредственно с теми, с кем мы должны взаимодействовать, с депутатами, с представителями администрации. Ну, вот общение и опыт. Чему вы в таком случае научились у взрослых? Вы вот, значит, парламент при думе, значит, вы общаетесь с депутатами, чему-то у них, собственно говоря, учитесь. Вот какой опыт вы получаете? Чему они могут вас научить? Что вы от них берете? У нас было заседание, которое приходило Ирина Николаевна Качуева. Вот она нам рассказывала о подводных камнях, какие камни нас ожидают при трудоустройстве. Ну да, в какую сферу вы собрались? Во всяком. Она нам говорила про конкретно юридические дисциплины. Ну, также это не имеет значения, какую сферу. То есть при первоначальном трудоустройстве после выпуска из университета. Ну, такие уже практические советы, вопросы. Антон, а чему вас могут научить депутаты? Вот что вы от них можете взять? Ну, поскольку я поясню, что я член 4-го и 5-го созыва, так скажем, во втором созыве я уже больше понял и осознал, какие возможности дает членство в общественной совещательной структуре, в общественном молодежном парламенте. Это общение с действующими депутатами, чиновниками. Ну и поскольку время на это затрачивается, я старался реализовывать какие-то социальные проекты на благо города. В частности, взаимодействовал с депутатами по вопросам реализации проектов. Двор, в котором ты живешь, донесения до жителей, что необходимо управлять активностью, действовать, писать обращения. И тогда будет результат. Быть более активными, да? Вот так повышать гражданскую позицию у жителей, у обывателей, так скажем, города. Вы специализируетесь на теме ЖКХ, вы председатель комиссии по ЖКХ, скажи. Это очень сложная сфера, сложная тема, потому что там, по-моему, больше всего проблем, да? Вот вы свое участие, эффективность в чем видите, вот в вашей работе? Потому что, казалось бы, общественный орган, молодежный парламент, тема ЖКХ, и тут же вот жители, обыватели и проблемы. Как вы все это... Ну, мы считаем, что наша основная задача – это донесение информации до горожан, что в случае, если они будут вести себя активно, обращаться в управляющие компании, к чиновникам, то действительно их проблемы будут решаться. Если же они этого делать не будут, под лежачий камень вода не течет, ничего не изменится. Бесполезно сидеть на кухне, там, ругать власть, чиновников, управляющих компаний, надеяться, что кто-то исправится. Надо начинать с себя, надо действовать. Да, вот как раз я хотела про начинать с себя у вас и спросить. Как обычно, все мы учимся на примерах. Если вы за это агитируете, да, значит, вы должны показывать на своем примере, как вы обращаетесь, добиваетесь, боретесь. Вот какую проблему вы решили сами лично или помогли решить кому-то? Ну, если говорить о деятельности в рамках общественно-молодежного парламента, мы многочисленное количество раз за 4-й, за 5-й созыв участвовали в общегородских субботниках, в посадке, аллей, в уборке территории набережной реки Волги в районе загородного парка. Более 700 метров акватории было расчищено в рамках молодежного мониторинга водных объектов Самарской области. В рамках деятельности личной, то есть мы не ограничены заседаниями парламента и теми процедурами, которые протокольно проходят. В частности, двор в районе улиц Ленина и Новосадовая, в районе магазина Спартак, Березка, то есть напротив, в общем-то, памятника, монумент ракета, да, ракетоносителя. А как вы выбираете вот такие точки, Андрей? Вот вы в каких вот участвовали в таких акциях точечных по благоустройству? У вас, кстати, есть фотографии, наверное, на тему? Есть, есть фотографии, да. Сейчас, как они появятся на экране, вы можете их комментировать. Как вы выбираете вот эти объекты для благоустройства? Ну вот выбирать объекты благоустройства. Вот, пожалуйста, где вы убираетесь? Так, улица Мичурина, Осипенко, здесь, если, да, именно это место мы сажаем. Это все члены вашего парламента или какие-то друзья знакомые? Члены парламента. Здесь на территории 132-й школы заливал каток. Это не вы? Три последних годов. Вот результат. Я тебе узнал о вас в зимней одежде. На территории школы заливали каток? 2011 года. Молодцы. А вот как раз Ирина Качуева. Ирина Качуева рассказывает, показывает об практике, вот, как, куда лучше идти работать, вот, какие подводные камни есть, велопробег. То есть, здоровый образ жизни вы тоже рекламируете, так скажем, на собственном примере. А заседания у вас часто проходят? Заседания проходят раз в квартал, есть тексты на заседания. Конкретно в доме, да, городской? Да. Если какие-то появляются неплановые заседания, то вот они, действительно, проводятся чаще, чем в расходах. Вот заседание было предыдущего заседания. Донор, да? Это вот недавно у нас был день донора. Александр Юдин, прям, первоклассный общественник. Уфе повезло, он, к сожалению, от нас переехал в свой родной город, вот, дальше продолжил общественную деятельность. Проводим уроки в школах, Бурханов, Михаил, сейчас в армии. А какие уроки? В армии, скажут. Говорите. Вот, там. А со школьниками на какие темы вы общаетесь? Со школьниками, вот, здесь Антон на фотографии с Руфией, они рассказывают о вреде курения и алкоголизма с юридической точки зрения и медицинской. Да, но эту тему мы еще коснемся, такого направления интересуют. Диплом, даже вас награждают, да? Да. А, какую-то команду. Ребята из Штутгарта приехали, проводили экскурсию за стенах Думы Гроссова. Тоже молодежь, да? Вот общественная организация была здесь? Угу. Интересно. Вот ребята стоят в молодежном парламенте в своем городе, говорят им, платят, мы работаем на общественных началах, добровольных, призываем у других молодых людей. Чтобы платили, наверное, какой-то профессиональный все-таки опыт, статус нужно иметь, да, для того, чтобы получать работу, ой, зарплату на общественной работе. Они такие же, как и мы, ребята, они просто пришли, они хотят... Общественники? Общественники, да. Ну, получают. Ну, вот им платят. Угу. Ну, тысяч 10 переводили на наши деньги. Вот, Антон, как председатель комиссии вот по ЖКХ, как вы видите улучшение ситуации в этой сфере ЖКХ и что вы можете сделать, что предложить? Потому что, понятно, что точечные акции, они, конечно, что-то дают, но это вот такие местечковые, скажем, разовые акции. А вот в общем направлении своей деятельности, как вы представляете, видите? В общем и целом, я считаю, что на сегодняшний день люди, они стали более информированные и стали защищать свои права. То есть, если их что-то не устраивает, они на самом деле себя ведут активно, организуются и заинтересованные люди, которые, ну, так скажем, закон соблюдают, знают, они организовывают менее просвещенные слои населения и как бы в целом город облагораживается. Ну, я думаю, ни для кого не секрет, никто не будет оспаривать, что за последние буквально там 2-3 года город сильно преобразился, стало чище. Ну, кто-то может с вами и поспорить, наверное. Я уже сказал, лет за 5. Кто-то и поспорит, наверное, чище. Ну, чище по сравнению. Ну, как можно, вот есть проблема у нас, да, вот такая, как можно ее решить, вот на ваш взгляд, в вашем понимании? Дело в том, что прежде всего, как я уже говорил, повторюсь, люди должны организовывать самостоятельно, оно так и называется, местное самоуправление. Самоуправление предполагает, что корень сам. Человек должен сам начать с себя и своего окружения, прежде всего, не мусорить, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, там, где люди организовываются. Вот, например, в тех дворах, где мы эту работу организуем, где я живу, прежде всего, опять же таки, вокруг себя начинаешь облагораживать территорию, несмотря на то, что люди, в общем-то, рады тому, что территория облагораживается, продолжаются, вот, бич города сыпят бычки из окон. Вот что с этим поделаешь? За это... Мусор кидают. Как таковое невозможно привлечь человека к ответственности. Кидают мусор из окон. И вот такие вот непорядочные граждане, они загаживают город. Вот как юрист, можете нас просветить? Штрафных акций, санкций нет? Они есть, но это труднодоказуемо. Представляете, высотка стоит, и из какого-то окна вылетает бычок. Таких бычков вылетает очень много. Как отследить? Это нужно фиксировать, да? Фотографировать, допустим. А сколько кидают на общественных остановках, на остановках транспорта? Ну, это же... Люди убирают. Убирают утром. Буквально к обеду уже идут. Ну, что такое? Мы здесь живем, все мы здесь, горожане. Хочется, чтобы побольше было активных. Да, вот, а как сделать это реально? Привлечь, вот... Привлекать со школьной скамьи. Да, это нужно... Нет, вот жители вашего подъезда, вы говорите, двора. Вы как вы конкретно, как вы действуете? Как мы действуем? Мы сотрудничаем с активом дома. Если мне позвонят в двери и скажут, что вы хотите убираться, я еще и подумаю. С председателем, товариществом, собственником жилья. Безусловно, весь дом не выходит. Выходит активная его часть. И на примере этих людей молодежь смотрит, и до кого-то доходит, что вот так жить правильно, необходимо убираться. Это не быстрый процесс. На самом деле, наказание – это не решение проблемы. Если там ловить людей за руку, кто бычки кидает, возможно, кто-то из них перестанет это делать, а кто-то будет еще больше кидать. Андрей, а как вы реагируете на такие случаи, как вы сами сказали, что на остановках кидают, там из окон мусор? Вы как себя ведете, как гражданин? Нет, если я вижу, что человек кидает мусор, вот идет и кидает, ну, понятное дело, что я остановлюсь и сделаю ему замечание. И как на реагируете? Другое дело, когда я уже иду, и получается, что вот мусор уже лежит, и понятно, я не видел, кто это сделал. Ну, в качестве примера, вот подтверждение слов, шел из университета домой, я сейчас смотрю, молодой человек рисует на заборе гравити. Я говорю, молодой человек, подождите, пожалуйста, вот взял за руку его, вот, нехорошо это делать, вы нарушаете закон. Вот я схватил за руку, ну, так, придержал немножко. Потом подходит ко мне мужчина и говорит, что делаешь, вот, мол, это маленький мальчик, он беззащитный, отпусти его срочно. Отпустил, отпустил, потом он убежал, дальше тетеньки его подождали, как говорят, молодой человек, опять же, вы что делаете? Это маленький беззащитный мальчик, он рисует, он нарушает закон, давайте вызовем наряд полиции. Нет, мы этого делать не будем. К сожалению, встречаются и такие люди, которые, вот, хочешь вот, чтобы вот нарушение было причинено по закону, но они говорят, нет. Антон, как разобраться в этой ситуации, которая произошла, давайте его пожалеем. Андрей, на самом деле, очень хороший пример привел, и я вам могу сказать так, это вот, как я уже и говорил, что наказание не лучший способ устранения проблемы. В созыве, в четвертом созыве молодежного парламента, там, в частности, реализовывалась такая программа, что этим молодым людям, которые хотят рисовать граффити, предоставлялись стены, где они могут это делать. То есть, на самом деле, такие вещи надо решать именно управленческими решениями. То есть, не надо пытаться устранить последствия, надо устранять условия. Возможно, этому беспризорнику ему нечем заняться. Нужно создавать больше бесплатных или на бюджетной основе спортивных секций. В Кировском районе вот устроили как раз конкурс граффити. Это вот позитивное явление, я полностью поддерживаю граффити, как вот непонятные рисунки, а как красивое художественное произведение. И вот на московском шоссе мы можем видеть красивые граффити, которые нравятся гражданам, которые приезжают на машинах и смотрят с восторгом на эти рисунки. То же самое и с объявлениями, с рекламными происходят, которые навешивают везде и на дверях, на подъездах, на домах. Если организовать вот такие вот специальные щиты рекламные, где нужно даже вешать объявления, можно решить эту проблему. Рекламные щиты есть. Здесь я бы сказал, здесь проблема, конечно, действительно еще более серьезная, я так считаю, потому что этим занимаются, в общем-то, организации коммерческие, юридические лица. И их нужно действительно отлавливать, наказывать и всячески пересекать эту деятельность. Потому что это люди зарабатывают просто деньги на незаконной рекламе. Да, да. Вот вы боретесь тоже, да? Боремся уже. Приходили на вашу программу, рассказывали, что есть такая акция «Пожиратель незаконной рекламы». И вот в этой акции уже можно подвести итоги, приняли участие 45 школ нашего города. Ну вот насчет размещения незаконной рекламы. Есть стенды, написано «Администрация Самары», там рекламные объявления, на которых, пожалуйста, можно вешать свое рекламное объявление, наоборот, приветствую, что вы вешаете именно вот в этом месте, а не на фасады домов, деревьев и так далее. Ну, портит же вид города. Ну, возможности есть, альтернативы, так сказать. Конечно, с развитием интернета сейчас уже даже престарелые граждане пользуются интернетом. Зачем вообще тратить бумагу, силы, загаживать город, если можно разместить в интернете? Ну, ведь эффективно сейчас, на самом деле, действительно размещать свое рекламное объявление через интернет. Полно согласен с Антоном. И вот если вот реклама распространителя, сейчас поставили по всему городу сотни, если быть точнее, 333 вот эти небольшие конструкции около каждой остановки. Кто-то смотрит. Ну, я прохожу мимо просто и иду дальше там своим делам. Через интернет удобнее и результативнее было бы все распространять и не портить при этом вид нашего города. Тоже альтернатива. Вот мы уже сказали, вы уже по теме местного самоуправления. Сегодня происходит активная реформа местного самоуправления. Вы за этим следите? Да, конечно. И вот на что она рассчитана? На кого? И как вы участвуете тоже вот в этом движении? Ну, на стыке двух вопросов хотел бы пояснить, что вот на Медне буквально был в командировке на Кубани и заметил там, что там реклама устроена в городе несколько по-другому. Это связано, кстати, с устройством местного самоуправления. Я сейчас плавно перейду. Смысл заключается в том, что вся реклама единообразна. И на наш взгляд, как раз-таки изменение системы местного самоуправления, то есть увеличение количества депутатов, установление, так скажем, сити-менеджера и мэра города, разделение их полномочий, оно более структурировать систему и будет побуждать к организации упорядоченной той же рекламы и иной другой деятельности. Это меняет облик города. Все становится красиво, аккуратно и, так скажем, урегулировано. А когда все это происходит хаотично, ну вот оно так, как было раньше и уже лучше, но сейчас еще не идеально. У нас вот такое отношение. Но вообще основная идея реформы местного самоуправления, на ваш взгляд, она какая? И насколько мы к ней приближаемся? Идея сделать так, чтобы как можно приблизить сотрудника органов местного самоуправления, депутата, да, к народу. То есть, если раньше один депутат представлял район, то теперь один депутат будет представлять несколько домов. Ну и сами понимаете, эффективность возрастает в разы. Он может просто с каждым побеседовать, ему рабочего времени платят. Общественных советов станет больше. А всегда ли количество приводит к качеству, на ваш взгляд? Как говорится, у семи нянек дитя без глаза. Будет много депутатов, и все вот они будут бегать по домам. Как вы видите, со стороны, вы же вот следите за процессом, со стороны. Где здесь есть какие-то пробелы, может быть, или нет? На наш взгляд, в этом есть однозначно рациональное зерно. Начнем с того, что бюджет нисколько не страдает. Все эти должности, они не являются оплачиваемыми. По сути, это деятельность людей на общественных началах. Но у них, да, есть определенные властные полномочия. И это даже хорошо. По организации деятельности всех этих депутатов, разумеется, более вышестоящие должностные лица, они будут это делать, структурировать деятельность, отдавать какие-то распоряжения. Мы считаем, что это более эффективно. Понятно. И еще хотелось бы узнать, Андрей, с кем вы сотрудничаете, кроме своего парламента? С какими другими организациями? Как вы все взаимодействуете? Кроме Дума, кроме депутатов Дума, еще как организуете свою деятельность? Лично я. Как вы свои какие-то проекты воплощаете? С кем вы еще ими делитесь и привлекаете? Я имею прямые контакты, к счастью, с разными руководителями департаментов. И глав районных администраций. Поэтому это делать проще. Но это все нарабатывалось очень-очень долго, в течение трех лет точно. А насколько они доступны для вас? Вот вы член молодежного парламента при Доме. Вы можете позвонить кому-то, главе района для чего-то? Ну, некоторым, скажем так, открытые главы районов действительно имеют такую возможность. Можно к ним и позвонить, и проситься на встречу, буквально на следующий день они не примут. Ну, понятное дело, что не просто так чай попить, а решить непосредственно конкретные вопросы, волнующие людей, горожан, школьников, студентов. То есть вы решили через прямые контакты вот уже с начальниками, чиновниками, власти, имущими. Пожиратель рекламы, вот грубые акции, пожиратель рекламы, который непосредственно являлся руководителем, делался именно таким образом. То есть созванились, встречались с главами районных администраций, говорили, есть такая-такая акция, малозатратная, предлагаем принять участие. Администрация Кировского района, Ленинского района, Самарского. Откликнулись, знаете. Ну, конечно. Откликнулись и нашли общий язык в администрации Кировского района. Вообще приняли участие в самое большое число школ, около 30. Понятно. Ну да, да, да. Неплохой вариант. Антон, скажите, а в законотворческой деятельности молодежный парламент как-то участвует? Что вы можете предложить? Какие инициативы, даже на рассмотрение депутатов, чтобы потом они уже в жизнь пошли? Потому что, естественно, молодой человек смотрит на перспективу, в будущее, и поэтому у него другое немножко видение, чем вот уже. Здесь сразу оговоримся, что законотворческие инициативы, право законодательной инициативы мы не наделены. Ну и не просто инициативу подать. Ну а здесь, да, мы не ограничены в этом. В принципе, любой нормативно-правовый акт, который касается деятельности города, мы можем рассматривать и выступать с какими-то инициативами по его реформированию. Но зачастую у нас происходит так, рассматриваются целевые программы. К нам приходят, опять же таки, главы районов, исполнители целевых программ и отчитываются об их исполнении. Мы можем задать какие-то свои уточняющие вопросы. Это прямо на заседание молодежного парламента они приходят? Да, зачастую происходит именно так. Серьезно? Ну, руководители департаментов, потому что в основном исполнительная роль по образованию, по благоустройству, по спорту, приходят руководители или заместители соответствующих подразделений. И действительно говорят, как проходят такие целевые программы, какие программы у нас есть в разработках на будущее. Предлагаем возможные пути решения, тоже с нашей видения. Где-то спрашиваем. Нам прислушиваются иногда. Где-то мы им говорим, как лучше было бы сделать с точки зрения молодежи. Ну, если касается там спорта, образования, ну, неважно, благоустройство. Понятно. Вообще в вашей работе бывает сезонность? Вот, допустим, сейчас весна. И вот как вы вот все это планируете, программируете? Вот это интересно. Потому что летом одни занятия, весной все-таки другая. Как правило, это связано с тем, что в зимний период больше сходится, как вот мы сейчас обсуждали законотворческие, различные инициативы, работы с документами. Потому что в меньшей степени есть возможность какие-то активные акции на свежем воздухе проводить. В весенний, летний, осенний период зачастую это происходят в субботнике и участие в различных публичных мероприятиях, более активных. Но вообще концепция молодежного парламента, она такова, что мы стараемся меньше бюрократизировать свою деятельность и больше осуществлять каких-то конкретных действий активных, чтобы люди видели и вовлекались в эту деятельность. — Вообще сегодня актуальна такая тема патриотического воспитания в связи с тем, что вот и юбилей Победы прошел, ну и вообще, да. Как вам кажется, вот молодежь, которая любит свой город, это какая молодежь и как она должна это все подтверждать? И на чем основано, собственно, вот такое отношение к городу, хорошее, уважительное? Как это сделать, вот привить этого чувства молодежи опять же? — На мой взгляд, каждый человек, который, в общем-то, как-то позитивно развивается, он в чем-то одном более развит, чем в остальном, да, в профессии, возможно, в каком-то увлечении. На мой взгляд, любовь к своему городу в данном случае выражается в том, что он будет эту деятельность развивать, продвигать позитивно, вовлекать в нее все большее количество людей. И таким образом, своими действиями позитивно воздействовать на социальный облик города. Вот в этом и есть любовь к городу. — Андрей, а вы что думаете? — Согласен с Антоном, то, что действительно нужно, во-первых, своим примером показывать, ну что такое любовь к городу. — Ну вот о молодежи, как вот ваши сверстники относятся к нашему городу, критикуют его или наоборот говорят, ой, ну Самара это самый замечательный, самый любимый, мой родной там город. Вот как все это? — Это зависит от мировоззрения человека. Если у человека достаточно хорошо, он будет жить позитивно. Если все достаточно печально, что, к сожалению, очень плохо в целом, он будет говорить гадости другим, он будет говорить, какая Самара грязная, как все ужасно у нас. Но и не будет искать позитив. Вот открытие интернет, на любую самую позитивную новость найдется куча людей, которые скажут, что это такое, это ерунда. — А что это за явление такое вообще, вот очень много вот этого негатива, критики? — С образованиями куда подальше. — И как с этим бороться? — Как с этим бороться? Бороться позитивно, преображать город. Ну, по крайней мере, не слышал ни одного негативного отзыва, что набережная у нас ужасно стоит, она плохая, что на ней невозможно пройтись. Здесь ремонтируют красивое, доступное место европейского качества. Поэтому вот нужно позитивными такими шагами идти, идти, идти вперед. Вот как причать патриотизм? — С детства. — С детства. — С детства, со школьной скамьи говорить, показывать. Вот есть в каждом, в каждой школе есть музей. Ну, практически в каждой школе есть музей. И в восьмом классе сюда пришел, был заместителем руководителя школьного музея. То есть, понятно, есть старшие товарищи, есть руководитель Смуткина Элла Владимировна, бывший директор школы 132-й. Есть еще из молодежных составов. — А музей на какую тему? — Музей истории школы. — А, про школу. — Про школу. И вот они истоки, откуда берутся эти вот ноты патриотизма. — То есть, должно быть знание, информация, и потом уже на этой основе будет... — Конечно. Наиболее худшее явление, я считаю, это когда есть некое социальное безразличие, людям все равно. Вот они как-то живут своей жизнью и не участвуют в жизни города. А для того, чтобы они участвовали, необходимо, ну, у любого процесса есть свой определенный движок. Необходим человек, который организовывает вокруг себя заинтересованных этой тематикой людей и продвигает эту деятельность. Есть такое хорошее явление, тренеры дворовые, да? — Да, спортивные. — Люди, которые, так скажем, ну, в хорошем смысле больны спортом, да, соответственно, они вокруг себя организовывают лиц увлеченных. Возможно, таким образом они снижают преступность уличную. Какие-то дети, может быть, из неблагополучных семей или совсем благополучных не будут вовлечены в эту асоциальную деятельность, займутся спортом. Может быть, кто-то станет олимпийским чемпионом. — В ближайшее время какие мероприятия планируете провести, вот, на личном примере? А то Андрей отвлекся, уже начал с кем-то переписываться. — Нет, я не отлегся, не начал переписываться, я просто призабыл имя отчества тренера общественника, вот, действительно, хотел просто выделить. Ну, фамилию Мещеряков, имя отчества, к сожалению, подзабыл. Вот тренер-общественник на территории 132-й школы, там, где заливал как раз каток, в этом году, вот, он пришел туда заниматься с ребятами, создали все необходимые условия, помещения, где ребятам могут переодеться, переобуться там, оставить свою одежду. И, вот, сейчас заметил, каток был залит в декабре, и уже к концу сезона ребят стало значительно больше, то есть... — Да, вот вы так, тренеров-общественников... — Тренеров-общественников, вот, прямо вот, действительно... — Подчеркнули их значимость. — Ну, да, да, действительно. Скажите, пожалуйста, вы можете, у вас есть возможность пригласить на ваши ближайшие мероприятия, или вот к участию в этих мероприятиях наших телезрителей. Чем вы займетесь в ближайшее время? Что планируете? — Ну, в ближайшее время... — Какие-то, может, акции у вас планируются или нет? — Форумы «Иволга», наверное, из ближайших мероприятий, таких общественно-резонансных, широких. — Вы будете участником этого форума? — Ну, планируем, да, принять участие по мере, конечно, трудовой занятости. Может быть, не в полном объеме, да, не все количество дней, но какое-то время уделим, безусловно. Ну, на один день я буду точно съездить. Посмотреть, как вот происходит вообще вот этот форум. К сожалению, в условиях занятости не получается у меня поехать туда на целые 10 дней. Ну, вот денек поприветствовать. — То есть молодежь это интересует? — Это интересный форум. — Это интересный, да? — Я был в том году тоже на день туда ездил. — Какую-то пользу можно извлечь, да? Не просто отдохнуть развлечься, а польза есть. — Форум шикарный. — Да, для общественной работы есть. — Форум шикарный для молодежи. Это вообще то мероприятие, где они могут, во-первых, почерпнуть знания. — Понятно. Ну что ж, пожелаю вам, чтобы вы все-таки попали на этот форум, набрались знаний и опыта. Удачи в вашей работе, эффективности, всего хорошего. Прощаюсь я с телезрителями. До новых встреч, до свидания. — До свидания. — Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»